Друзья, всем большой привет! Сегодня я вам расскажу о уникальной модификации Пантеры с фальшивой пушкой. Да-да, у этого танка вместо настоящей пушки стоял стальной макет. Те, кто увлекается историей, наверняка помнят деревянные пушки у третьих пазиков, артиллерийских наблюдателей. И действительно, эта Пантера, получившая наименование Беобахтунгпанзер, предназначалась для тех же целей и задач. Потребность в передовых артиллерийских наблюдателях была высока. Притом танки-наблюдатели не должны были выделяться из общей массы бронетехники. Что интересно, на третьем пазике и Пантере пушки были фальшивыми, но на четверке немцы сохранили функционал орудия. Во время создания предлагались самые разные варианты Пантер. На ней планировали сохранить стандартное вооружение, но в конечном счете Райн Метал выбрали вариант без пушки, поставив вместо него стальной макет, крепившийся к башне болтами. Уже в сентябре 43-го года из обычной стали была изготовлена экспериментальная башня, которую смонтировали на шасси Пантеры модификации «Д» июльского выпуска. В лобовом листе башни устанавливался пулемет МГ-34 в шаровой установке. В крыше башни поставили дополнительный люк для наблюдателя и вентилятор, а в центре установили перископ, который выдвигался на 37 см и давал обзор на 360 градусов. В опущенном положении перископ закрывался специальной крышкой. Командирская башенка имела 7 смотровых приборов, также к специальному кронштейну крепился дополнительный перископ и стереотруба. Саму башню существенно переработали, не только внешне, но и внутри. В неё установили оптический дальномер фирмы «Цейс», смотровые щели которого располагались в лобовом листе и закрывались броневыми заслонками. У наблюдателя внутри башни имелись диски азимутального указателя. Командир управлял специальным баллистическим вычислителем, который позволял получить данные для ведения артиллерийского огня на дистанцию до 12 километров. Ну и разумеется, в «Пантеру» планировалось поставить несколько мощных радиостанций, в том числе для прямой связи с артиллерийскими частями. Экипаж состоял из командира, мехвода, радиста и наблюдателя. Притом для командира и наблюдателя предусматривались специальные площадки для более эффективного наблюдения. В разных источниках указываются разные цифры о количестве изготовленных «Пантер» наблюдателей. Но на самом деле немцы сделали только один образец. Дело в том, что в отличие от устаревших троек, коих было великое множество, производство «Пантер» серьезно отставало от намеченных планов. И отвлекать производство на создание «Пантер» наблюдателей в Верховном командовании посчитали расточительством. В итоге все работы по «Пантере» были прекращены. Продолжение следует...